Всем привет, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это Ифонский Союз Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По три заточки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И так далее И вот тут обломчик Субтитры сделал DimaTorzok Игроки, если правильно называть Они пошли на Бельгануса Выбили желтую бижутерию И с повышенным уроном Дамажили А теперь вы так уже Сделать не сможете Желтая бижутерия Будет падать только после 1385 ГС Ну или в лучшем случае Если вы пройдете Подземелье Бездны В героическом режиме Что тоже не так просто Сделать будет Без нормальных гравировок А гравировок нет И денег нет Чтобы их купить Потому что они будут стоить Космических денег Но здесь я вам дам один совет В принципе сделать Одну гравировку Третьего уровня Не сложно Если вы будете фармить Бесконечный Хаос В Т1 Потом Бесконечный Хаос В Т2 И дроп не поменяется То вы в принципе Сможете получить 20 котомок на выбор Где вы можете Выбрать одну гравировку Ну например Титана Борец Вы выберете Вы сделаете себе Титана Борец Второго уровня И тем самым Соответственно С двумя гравировками Плюс Одной или двумя бижутериями Вы сможете сделать Титана Борца Третьего уровня Что уже В принципе приемлемо Для того Чтобы наносить Хоть какой-то урон Ну вы наверное думаете Что ну ладно Ну потерпим месяцок Там выйдет Аргас Там золотая бижутерия Дропается И все круто Но не тут-то было Опять-таки Даже первую стадию Аргаса Без хотя бы Одной третьей Может быть Двух третьих гравировок Очень-очень сложно Проходить Вы просто не успеете Его бить за время А опять-таки Напоминаю Что золотую бижутерию Вы можете фармить только Из одного источника Это героический режим Подземелья Бездны Потому что Бельганус Обычным игрокам У которых нет Супердоната Им просто не будет доступен Ну и также Не стоит забывать Что проблемы Будут очень большие С голдой Ведь Голды просто Не будет В принципе На сервере Нужно понимать Что Количество ресурсов И голды Которая будет На Европе Раз в сто Тысячу Десятки Тысяч А можно даже В миллион Меньше Чем было В российском регионе А уж тем более В корейском Когда игра Перешла на Т3 Здесь можно уже Подвести итог Если вы пойдете На европейский Лостарк Вы по-настоящему Ощутите Хардкорный Лостарк То есть Вы будете Проходить Хранителей Подземелья Бездны С чуваками Без какого-либо Овергира То есть С максимальным Хардкором Без там Супер гравировок С минимальными Гравировками То есть Вам нужно будет Выполнять Абсолютно Все механики Их знать Чтобы не умирать Потому что Любой чих И вы умерли Вам нужно будет Прям Выжимать из себя Все 100 200 300 процентов От своего персонажа Чтобы успевать Убивать боссов За то отведенное Время Которое есть И это продлится Около Наверное Полутора Двух А может быть Трех месяцев Изначальной игры Ну потому что Просто нет Галды Нет гравировок Нет бижутерии Чтобы эти гравировки Получить В общем Нет ничего Соответственно Ну вот такая игра Вас ожидает В европейский Лостарк На самом старте Вы наверное Спросите А можно ли Как-то Уменьшить Вот это время Страдания Да Поиграть Более в казуальный Лостарк Стать сильнее Побыстрее Стать сильнее Ответ У меня наверное Только один Я уже сказал Про гравировки Что вы создаете Несколько аккаунтов То есть не персонажа А именно аккаунтов Фармите гравировки Топовые Да И соответственно Изучаете их Ну или продаете Чтобы на Полученные деньги Покупать новые Гравировки Которые вам нужны Ну и Это единственный способ Как допустим Иметь две Или может быть Даже три Гравировки Третьего уровня Чтобы нормально Уже дамажить Во всем остальном Очень мало чем Европейский Лостарк Будет отличаться От русского То есть Европейский Просто будет хардкорнее Если вы живете В СНГ То вам придется Использовать ВПН Ну и создать Новый аккаунт Кстати По поводу аккаунтов Тоже у многих Опасения Я отдельно Поинтересовался У Мейлов И соответственно Они мне дали ответ Что Если вы будете Играть на Европе Вас в России Банить не будут То есть вы можете Спокойно играть В любые игры Главное Чтобы в России Вы играли Ну соответственно Из СНГ А что касается Европы То если вы будете Играть не из Допустимых регионов То есть например Будете играть Из СНГ В Европе То следовательно Вас могут В любой момент Забанить Так что здесь Будьте осторожны На этом все Под конец хочу сказать Что если вы живете В Европе То конечно Советую играть В Европе Чтобы просто Не использовать ВПН Хотя с другой стороны Играть в России Намного приятнее И более Легче Намного Развиваться Потому что в Европе Вас первые пару месяцев Ждет такой Небольшой ад С тиммейтами И в общем Вы узнаете Как обычно Я хожу На стримчиках С рандомами У которых нет Абсолютно Никаких гравировок Ну а если вы живете В СНГ Играть конечно В России Проблем никаких Здесь нет Ну тем более Не стоит забывать Что европейцы Они живут На минус часы То есть допустим Если у них Прайм тайм Начинается Там в 9 часов вечера То по нашему времени Это будет Там 10-11 вечера В зависимости От времени года И следовательно Если вы захотите С ними играть В КПшки То вам придется Не спать по ночам Ну в общем Как-то так Пишите свои комментарии Может быть Что-то я неправильно говорю Опять-таки Это советы для тех Кто захочет туда пойти Вместе обсудим Вместе подискутируем